Добрый день и вам всем сегодня пришедшим сюда в зал. Надеюсь, мы все с вами не пустую потратим время, так и надеюсь, по крайней мере. В данном случае от меня зависит, это так будет или нет, посмотрим. То, что мы с вами собираемся, допустим, как сегодня, это же не первый раз, я думаю, связано с тем, что, по крайней мере, сидящие здесь неравнодушны с тем, что происходит в будущем нашей страны. Это не просто громкие слова, потому что сейчас время, когда, если мы не пробудимся, если человечество в общем, и в частности русский народ не проснется, то действительно просыпаться будет некому, потому что то, что делается, война против русского народа и других народов не прекращается и переходит на другие формы уничтожения. Если бы раньше геноцид физический, то сейчас перешли уже геноцид генетический и далеко ходить не нужно, практически все продукты, которые сейчас люди покупают в магазинах, на рынках и так далее, уже генномодифицированы, а тесты, вот ученые проводили тесты, которые, правда, очень не хотят сообщать средствам массовой информации, приводят к тому, что трех поколений становится полностью стерильным. То есть то, что сейчас люди едят, уже убивает внуков, сидящих здесь в зале. Это уже не тысячи поколений вперед и так далее, и так далее, это уже в течение жизни одного человека. Такое возможно. Так что, понимаете, убивать можно по-разному. Не обязательно глотку перерезать, что тоже делают. А можно так, скармливать еду, грубо говоря, когда жрать нечего, подсовывают гадость, человек кушает ее, и вроде еда, а еда, а на самом деле это яд, который убивает будущее поколение. Так что, смотрите, здесь такая ситуация, что пугает, допустим, почему это подводится? Смотрите, пока еще Европа держится против геномофицированных продуктов, американцы пытаются навязать и Европе это, пока еще Европа держится. Почему? Потому что они прекрасно понимают это, по крайней мере, определенные люди это понимают и не допускают. Они пытаются разными способами разрушить сельское хозяйство и навязать идею о том, что, в принципе, мы на грани голода, и нам нужно делать продукт такие, вот это, вот, пожалуйста, выход из положения. То есть уничтожают все, что действительно здоровая пища уничтожается, производители здоровой пищи. В России тоже вы знаете, что в сельском хозяйстве происходит, не так ли, да? Уничтожается все, что производит здоровую продукцию, и навязывается производство именно оружия, генетическое оружие, производство. Сами будем производить, сами будем есть и сами себя убивать будем. Неплохо? Придумали. Не мытьем-то как-то не. Во всех войнах, как вы знаете, враги России всегда потерпели поражение, раньше или позже. Так поняв, что таким образом победить нельзя, тогда победить другим способом, якобы невидным. Вот взял, покушал, вроде съел что-то. Оно вроде и вкусно может быть, да? А на самом деле это смерть, только не мгновенная. Поэтому вопрос следующий. Вот скажет, а вот что же нам кушать действительно нужно, детей кормить нужно и так далее, и так далее. А суть в том, что возможно, есть методики и методы, по крайней мере, то, что показывают статьи, допустим, источник жизни, кто читал, показывают, что возможно получение на самых худших землях, которые можно придумать, огромных урожаев, без какой-либо химии вообще, и так далее, и так далее. И выращивают продукты, растения, которые в принципе в таких условиях, которые они вообще никогда не растут. То есть все возможно. То есть урожай, минимум по 10-15 урожая получат в течение года, и растения не истощаются и тому подобное. Все это возможно сделать. То есть не нужно, как говорится, никого убивать, конечно, нужно уничтожить много людей, чтобы можно было проколить оставшиеся. Нужно не уничтожать, а наоборот менять технологии. Но технологии, паразиты социальные, которые сейчас, в принципе, правят бал пока еще в мире, не хотят менять, потому что они, во-первых, другими технологиями не владеют, а тем технологиями, которые они своими, извините, другими словами не сказать, скудными мозгами придумать не смогли, это только-только на уничтожение. Потому что то, что химию, которая якобы прогресс принесла в сельское хозяйство, на самом деле уничтожила все земли, которые можно было бы. Смотрите, далеко ходить не нужно. В Китае каждый год они теряют 5-7% плодородных земель. 5-7%. Это официально, можно даже больше. То есть в истории химии земля, которая используется под пассивной площадью, уничтожается. 5-7% в год. Но, опять-таки, не забывайте, что сегодня 5-7%, значит, на следующий год уже меньше. Это 5-7% уже становится 10%. Через год уже это 13-14%, еще 15-17% и так далее. То есть это геометрическая своеобразная такой прогрессия идет уничтожение земель. В том же самом Америке многие земли, допустим, в Калифорнии, где очень было широко развитое сельское хозяйство, выращивая на основательном промышленной основе те же цитрусы и так далее, земли мертвые стали. То есть новые саженцы сажают, они даже не могут прижиться на землях. И никакая химия уже не помогает. И, в принципе, такое почти везде происходит. То есть уже это не просто предположение, что так и так... А вот, смотрите, у наших предков, которые химии никакой не имели, урожаи получали гораздо больше, чем получается с химией. А почему дурят людей? А потому что, смотрите, допустим, если взять по урожаю, допустим, земля, взяли, бросили химию. Химия убила все микрорганизмы, поверхностное слово, гумус так называемый, микрорганизмов, триллионы, невозможно сказать, бесконечное число их посчитать, невозможно, которые создают плодородную почву. Естественно, когда их убили химией, конечно, в земле полно веществ для того, чтобы бурный урожай был. Два-три года урожая, а когда гумус мертвый, то нечем восстанавливать этот слой, и все, после этого еще несколько лет с химией подтянут, и все, земля мертвой полностью. Понимаете, и это делают сознательно социальные паразиты. Потому что, извините, чтобы так поступать, нужно быть или просто дураком полным, а все-таки они не дураки, если смогли захватить власть на планете нашей пока еще, так? Значит, они не дураки априори. А если они не дураки, то значит, они делают преступно это, преднамеренно. Значит, это враги во всех отношениях. Не только, так сказать, для нас с вами, но они даже враги сами себе. Потому что уничтожая все, у них в запасе нет планеток. В том анекдоте, я помню, когда студент там был, у нас на военных авторах ходил анекдот. Типа, читает лекцию по поводу атомной бомбы. Вот, кажется, лектор говорит, вот у нас здесь одна половинка атомной бомбы, здесь другая половинка атомной бомбы, мы их сближаем. Студент поднимает, говорит, товарищ полковник взорвется, сядьте, студент, слушайте, у нас запасная есть, понимаете? Так вот, в данном случае у них тоже запасной нет. Вот мне не совсем понятно, я понимаю, что они роботы, зомби и так далее, которым вбили в голову разные идиотические мысли, они скушают эту дурость. Но все-таки хоть иногда, у них мозги хоть какая-то извилия должна что-то видеться, что то, что они делают, они уничтожают и себя. Бункеры, которые они строят, их не спасут никаким образом. В лучшем случае оттянут на 10, 15, 20, 50 лет их существование под землей. В лучшем случае. Вот этот противоречий между элементарной ишелойникой меня всегда удивлял. Но, к сожалению, паразиты есть паразиты. Подумайте сами, вот их можно сравнить с раковой опухолью. Ведь у каждого из нас раковые клетки появляются периодически, вы это знаете, да? Но организм, если он здоровый и крепкий, он тут же быстро уничтожает недифференцированную клетку, как называется раковым, и все становится в порядке. И только когда по тем или иным причинам организм в состоянии уничтожить в самом начале произрождения раковых клеток, небольшое количество их, начинается расти раковая опухоль. И ведь раковая опухоль, постепенно растя, увеличивая в размере, уничтожает организм. И в конечном итоге она убивает своего, так сказать, носителя. И сама же тоже погибает. Вот по-другому, как образ ракового опухоли социальным паразитом, я лучшего образа придумать не могу, потому что действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Это раковые опухоли нашей цивилизации, которые по мере роста она убивает всю цивилизацию и саму себя тоже. Но вопрос, должны мы ли ждать, пока это раковые опухоли нас всех с вами уничтожат? Должны ли сидеть, сложа руки и просто смотреть, или как стадо баранов идти на бойню, чтобы нам там перерезали глотки? Я считаю, что не стоит. Потому что есть и способы, и методы, и не только остановить такую своеобразную бойню общую, всеобщую, которая происходит, но и возродить, восстановить то, что было испоганено, испорчено уже 10 тех же самых социальных паразитов. Все это возможно, просто для этого нужно, для того, чтобы люди проснулись. Потому что пока люди спят, можно много вещей сделать, много можно снять влияние, зомбирование с людей. Но дело в том, что когда человек долгое время находился, условно скажем так, в больном социальном организме, когда он воспитывался, рос, формировался в мирозрении и так далее, даже если снять влияние, которое у него заставляло быть биороботом, он же сам человек мгновенно не станет в порядке всего, не придет сознание в нужный образ и так далее. Потому что это понимание сознания проходит через труд, через осмысление и так далее. Поэтому даже убрав все, что отрицательно влияет на людей, к сожалению, это не меняет ситуацию, это только позволяет людям проснуться, но за них никто просыпаться не сможет. Так вот, поэтому наша задача, моя задача в частности, считаю, помочь тем, кто проснулся и еще спит, именно проснуться и начинать думать. И в принципе, много уже происходит, даже то, что вы сегодня приехали сюда, многие из разных далеких городов и даже стран, говорят о том, что это все-таки небезразлично многим людям, и многие люди реагируют. И то, что действительно очень много людей читают книги, которые я пишу, и моя жена пишет книги, тоже вызывает бурную реакцию, затрагивает людей за душу, это говорит о том, что то, что, по крайней мере, для меня говорит, то, что я делаю то, что действительно нужно. Не то, что мне надумано, вот я придумал это, нужно это делать, и делаю, а все остальные хотите, не хотите, принимайте. Нет, это действительно людям нужно. Потому что в результате то, что получается, я получаю периодически письма от читателей на свой сайт, ну, есть, конечно, не очень, не всех нравится, ну, я не предназначу, что всем нравилось то, что я делаю, но когда получаешь письма, сейчас взял, вчера как раз пришло письмо, одно молодого человека, кажется, весьма любопытное. Вот даже вот само, я зачитаю его сейчас, вот само то, что написал письмо, и содержание письма, говорит уже о том, что, значит, все-таки я правильно иду, иду правильно направить то, что делать то, что я делаю. Вот само письмо, надеюсь, вы тоже согласитесь со мной. Вот, письмо, в наши дни молодежь не очень много читает, это можно увидеть на моем примере. Мне 16 лет, и по своему желанию, прочитал, по своему желанию, за свою жизнь только 7 книг. 7 томов Гарри Портер. Поэтому я не очень привык читать. Первая книга, ну, Николай Викторович моя, с которой я ознакомился, «Зеркало моей души», том 1, я прошел аудиокассету. И тут я понял, что мне придется начать читать. Потому что я просто не мог не прочитать и второй книги. Это же хорошо. Которой не было в аудиоформате. Прочитал. Очень понравилось об этом. Потом, если интересно, надо читать и другие книги автора. События, описанные в книге «Зеркало моей души», мне не кажутся чем-то невозможным. Просто потому, что у всего, что написано, есть биологический фундамент, объяснить, типа, а как это так? Ну, и, наверное, потому что, как говорит моя мама, в мою голову еще не успели вбить кучу догм и постулатов. Что тоже верно. Потому что иногда плюс есть в том, что ничего не делает, не учится. И есть какое-то. В книге много интересного, много подробностей. У меня эта книга реанимировала отбитую школой тягу к знаниям, особенно к событиям прошлого. А не к истории, кстати, которые я всегда не понимал, видимо из-за ее ложности. П.С. «Зеркало моей» все-таки интересы других книг-авторах. Понимаете, это парень, 16 лет, пишет, не вот только, много таких писем было, от молодых ребят, девушек, которые там 18, 16, 19, 20 и так далее в лет. И когда пишутся вот такие, я считаю, что даже если бы он был один, скажем так, кто так сказал, это тоже, значит, не зря то, что делаю, я делаю. То есть, видите, ведь получается не в знаниях дело, почему молодежь сейчас действительно невежественна, к сожалению. Дело не в знаниях, а как их преподносит, каким образом и кто преподносит. Значит, если правильно преподносить знания, молодежь будет с интересом изучать, с интересом расти и двигаться вперед. А делается специально все то, чтобы убить у молодежи интерес к знаниям, чтобы убить у них стремление понять, познать что-то и так далее. В результате чего молодежь становится полностью невежественной. Потому что вот я как-то с своими сокурсниками беседовал, которые сейчас преподают в вузах и так далее, и когда заговорили о подготовке молодых, которые поступают на аналогичные факультеты, которые мы учились. Я спрашиваю подготовку, и мне отвечают, ужасно. То есть студенты, школьники, бывшие старшиеся студентами, не знают элементарные вещи, которые они должны были знать, чтобы учиться на том же самом радиофизическом факультете. То есть меня это, честно говоря, удивляет. Вместо того, чтобы двигаться вперед, система образования отбрасывается далеко назад. Поэтому вот тот пример, который привел, значит, парня, который написал, и так действительно ни одно такое письмо приходит, говорит о том, что действительно это нужно. Потому что если это не делает, то действительно потом через 2-3 поколения, если такое будет продолжаться, уже никто ничего, ничем интересоваться не будет, никого понимает, это просто будет варварство, невежество на уровне, ну, даже не каменного века, а гораздо хуже. Так вот, что мы должны делать? Сидеть и ждать, пока это произойдет? Я считаю, нет. Мы должны с вами делать все, что возможно, чтобы, по крайней мере, в нашей стране, а, надеюсь, не только в нашей стране, все это повернулось назад и вернулось к тому, что должно быть, как было когда-то, когда наши предки, к сожалению, запустили ряд ошибок, от чего мы оказались в ситуации, какую мы сейчас имеем, но не потому, что они плохие были, а потому, что они были в какой-то степени наивными, они имели дело с подлостью, обманом, они не понимали, что такое может быть. Знаете, когда человек никогда не обманывал другого, ему самому трудно предположить, что кто-то будет в обман, потому что, к сожалению, допустим, я всегда рос в такой позиции, что не делать другого того, чего я не хотел сделать, чтобы мне сделали самому. Но это я так веду себя, то есть я вел себя делать так, чтобы не делать то, что не хочет, чтобы тебе самому сделали. Но это не значит, что если я буду вести себя так, что все остальные будут действовать соответственно. То есть желательно, но, к сожалению, это не так. Поэтому то, что наивность и эта чистота, она не дурость, не ступость, какая пытаются враги говорить, а тупые славяне, тупые русские. Понимаете, чистота души – это неплохо. Наоборот, это прекрасно. Сохранить детскую душу взрослому человеку – это, я считаю, замечательно. Но то, что, пользуясь этим, и в результате этого пользования мы оказались в такой ситуации, как сейчас, к сожалению, это ошибки наших предков, которые привели к этому тоже. То есть, если вы не делаете чего-то, это не значит, что вы не должны понимать, что такое может быть. И когда вам о том не сообщают, вас не предупреждают об этом, то, к сожалению, вы становитесь жертвой вот таких паразитов, которые сейчас и правят нашим миром пока еще. Но, думаю, недолго будет. Поэтому самое главное, чтобы мы научились на ошибки, которые допустили наши предки. По крайней мере, не повторяли их. Потому что вот сейчас то, что наблюдается, пока что я наблюдаю, я не думаю, что случайно, самостоятельно делается это по наивности, опять-таки непониманию, или это специально подталкивается, пытаются возродить традиции наших предков. Много возникает общество, общин и так далее. Называюсь ее по-разному, но у ведического толка. Но что самое плохо в этом, что они пытаются возродить, но сознание, которое у них есть, сегодняшнее. И они пропускают все, что было в прошлом, через сегодняшнее сознание не понимая, что когда были те традиции и так далее, были совершенно другие условия, совсем другое сознание у людей. Они совершенно по-другому реагировали на смысл слов, на то, что за понятиями стоит. А сейчас люди реагируют на смысл по-другому и пытаются то же самое возродить. То есть получается, вроде говоря, те же самые слова, а на самом деле все остальные понимают совсем по-другому. Допустим, после катастрофы, которые было, падение Луны Фата в 13 тысяч лет, после войны Атлантиды с Россией, допустим, когда действительно цивилизация была отброшена в Каменный век, для того, чтобы наши предки могли удержаться от влияния черных и захвата черным, были придуманы, допустим, определенные восхваления, допустим, те же самые богам, которые наши предки не читали богами, как сейчас понимаются, в том плане, как сейчас это понимается. Под богами наши предки, я уже говорил, никто не слышал, повторю, понимали просто иерарха, то есть людей, эволюционно продвинутые, вышедшие на уровень творения, когда они могли силой своей мысли воздействовать на пространство и так далее. В результате этого они просто приобретали новое качество, но это оставались людьми, а не том, как сейчас понимается. И поверьте, те, кто достигает определенных уровней, они гораздо больше могут, чем то, что описано в Ветхом Завете и так далее, насчет того, что может Бог, который там написан. И опять-таки, и они сами никогда не считали себя богами, и наши предки их тоже не считали богами. Они считали их нашими предками, помните, даже говорили, мы дети и внуки дашь Бога, помните, да, такой оборот? Дети и внуки. То есть наши предки не считали себя хуже или лучше, они просто считали потомками тех богов, которые прилетели на нашу землю. Так вот, поймите следующее, что вот смысл слов меняется. То, что было раньше, допустим, обращение. Вот как вы думаете, зачем вот было создано после именно катастрофы, когда практически вся цивилизация была отброшена на уровень каменного века, что действительно так и есть, почему были созданы для большинства людей своеобразные прославления того или иного Бога, в тот год, где они прославляли этого, прославляли вот этого, прославляли этого. Это было не того, чтобы их восклицать, а совсем другое. Для того, что особенно во время, так называемого, ночи и сварога, когда это мощно отрицательное воздействие самого пространства и гораздо сложнее человеку пробиться к свету, то есть к творческому началу, были придуманы именно словосовочетания, которые человек произносит, и он таким образом подключается на определенные качества. И это позволяет людям, которые произносят, не попадать под защиту своеобразную, если перевести на все временные языки. То есть, когда человек произносил каждое утро, он получал защиту определенной светлой силы, условно скажем так, для того, чтобы не было минимального влияния паразитов на него. Но сейчас понимается совершенно по-другому. Сейчас уже понимаются эти воспевания и славления, скажем так. Почитайте же славянный иеронийский вид, вот в ведах там написано, какие восхваления были. Понимается именно так, как сейчас понимается в христианской церкви. То есть, просто переносит то, что принято в христианской церкви, уже в ведическую традицию, не понимая, что совершенно разная суть и принцип. Так вот, нужно ли сейчас это, то, что делалось, вот тогда восхваление? Да не нужно, потому что то было во время ночи сварога, ночь сварога прошла. Сейчас уже совершенно другая фаза, и вот поддерживать нужно, нужно развиваться. А развитие эти постановения и восхваления не помогают, потому что развитие только происходит через действие. Через действие, которое совершено на человек. Никто никогда не продвинется, не нает его вперед, пока он не совершит действие, собственное действие. А действие может быть только основано на понимании. То есть, нужно сначала просветление знанием, и на основании просветления знания уже человек начинает действовать. И вот через такие действия, основанные на понимании, человек может расти духовно. Понимаете, духовно, извините, если прочитать какую-то книжку, просто прочитать, И, допустим, как считаются, святые книжки прочитать. Вот это духовная книжка. А что она даёт? Духовность – это слово, которое очень многие пользуются. А вот как я писал в одном статье своей, что если, допустим, христианская церковь такая духовная, то есть после тысячи лет, после христианизации Руси, вот начало XX века, прожила революция. И разве назвать можно действия людей, которые творили революцию, которые вырезали друг друга, брат, родители детей, дети родителей убивали, насиловали, грабили и так далее. Это что, после тысячи лет духовности такие действия, извините? Я, например, не могу назвать эти действия духовно. Так извините, если тысячи лет их воспитывали, это же ни одно поколение шло в таком направлении, если после тысячи лет без малого возникли такие последствия, то есть только им сказали, у вас теперь другой бог, коммунизм, теперь вы можете убивать, грабить направо и налево, и они элементарно стали грабить. А где же та духовность, которая была? А это значит, с моей точки зрения, что никакой духовности не было, была иллюзия духовности, потому что духовный человек, неважно, скажет ему, давай, мы тебе позволяем грабить, убивать, мы тебе разрешаем, все сойдет тебе. Никогда не будет это делать, никогда. Значит, несет ли церковь духовность людям? Извините, мое мнение – нет. Потому что если бы не сла, вот то, что случилось в XX веке, никогда бы не произошло. А произошло это почему? Потому что из людей сделали рабов в душе. И рабу говорят, что если христианская церковь говорила, ты получишь рай, когда сдохнешь, ну, не нужно комментировать, когда всю свою, так сказать, судьбу спокойно перенесешь на земле, все испытания, которые Бог посылает, страдания, мучения и так далее, вот рай, возможно, пойдешь в рай, и там у тебя будет рай. Что сделали коммунисты? Они сделали то же самое, только сказали, «Мы создадим рай не после смерти, а при жизни». Но для этого ты должен вырезать, вот враг народа вырезай, вот это вражеский класс, так сказать, вырезай, вот они все и вырезали, рассчитывая то, чтобы построить коммунизм, рай на земле. Чем разница? Манипулирование сознанием. И вчерашние рабы божьи превратились в безбожников, в один день вот так, не все, конечно, но подавляющее большинство, и стали вырезать, чтобы построить рай небесный, не небесный, а земной. И что, построили? Нет. Оттягивали, оттягивали, люди верили, что действительно такое. К чему привело, вам не нужно объяснять. Так вот, поэтому вот рабская философия, вот эта болезнь, социальная болезнь, вот менталитет рабский, который навязан нашему народу, и не только нашему народу, по крайней мере, тысячи лет последних, вот привел к тому, что стало возможно все то, что было в 20 веке. И опять-таки, если уже сопоставить то, что произошло, 20 век – это окончание Ночи Сварога. То есть предрассветное время черное, наиболее самое черное всегда, самое мерзкое. Так смотрите, именно самое мерзкое нашей Родины прошло, именно перед окончанием этой последней Ночи Сварога. Случайно это? Нет, не случайно. А вы знаете, что забавное? Вот кто читал Тору, и почитайте Тору, как вы думаете, когда у них конец света, Армагенон назначен по Торе? 95-й год, если превысится временный. А что такое 95-й год? 95-96-й год – это окончание Ночи Сварога. Случайно? Я думаю, нет. Видите, получается, благоприятное время для паразитов заканчивается, они объявляют конец светом. И, кажется, правда, какого света? Вот если Тору почитаете, то свет Бога Ихве только светил в течение Ночи Сварога только для избранного народа. Для всех остальных народов это была тьма и хаос. И этот свет заканчивается. Это вопрос, чей это свет? Какой, извините, свет свету рознь? Вот есть свет, который животворящий, есть свет, который убивающий. Так вот, это был свет для того, чтобы от паразитов идущих, это уничтожение всего и вся. И странно совпадает. То есть никаких совпадений, в принципе, быть не может. Есть, знаете, такой анекдот, называется, забавный. Приходит человек, психиатр говорит, доктор, вы знаете, вот я напился и свалился с девятого этажа и даже ни одну косточку не принимал. А доктор говорит, ну, это случайность. Проходит некоторое время, то же самое приходит и говорит, слушайте, я опять был пьяный, свалился с девятого этажа, и опять ничего не случилось. Ну, это тоже случайность. Потом человек опять приходит и говорит, то же самое. И доктор говорит, а это уже закономерность. Так и здесь. Здесь, понимаете, когда куда ни тнешься, все совпадает и все повторяется, то есть тютелька в тютельку, то о некой случайности говорить просто смешно, можно сказать. Поэтому здесь задача в том, чтобы действительно нам с вами сейчас проснуться, потому что даже если убрать, скажем так, влияние ночи сварога и убрать, что она несла и так далее, это не значит, что все сразу прекрасно. Нужно очень много делать, чтобы последствия, потому что социальный организм больной, он по-прежнему существует, по-прежнему в социуме понятие как чести, порядочное, благородство и так далее считается уделом идиотов сегодня, да? Идиот, нужно думать, как себе карман побольше положить и так далее, и так далее, так далее, себе жизнь лучше сделать. А то, что будет, как там, сколько там крови будет провито ради этого, никого нет. Главное, чтобы ты это сделал. Извините, это мерзость. И это объявляется, как говорится, приоритетом духовности, да, в нашем собственном обществе. Но в России пока еще не очень сильно, хотя тоже в некоторых кругах, вы знаете, это весьма сильно распространено. Так вопрос, нужно вот этим бороться. А кто будет бороться? Все рассчитывают, что мы с вами просто должны быть стадом и спокойно делать то, что кто-то скажет. Но наши предки такими не были. Никогда стадом баранами они не были. Вы хотите быть продолжительным стадом баранами? Я, например, не хочу. И чем больше людей, которые не будут хотеть быть баранами, которым будут указывать, что делать на собственной земле, к тому же, которым наши предки, по крайней мере, владели сотни тысяч лет, по крайней мере, на той территории, сейчас мы уже более ста тысяч лет, то, извините, должны просыпаться. Потому что никто на тарелочке, на голубой каюмочке, нам с вами никто не принесет. Потому что только когда все вместе, говорится, будем действовать, тогда можно что-то сделать. Потому что ожидать, что, типа, моя хата с краю, я ничего не знаю, это, знаете, история говорит, что, говорится, прошлое говорит о том, что никогда это не помогало. Может быть, только оттягивало, как говорится, конец того, кто считал, что если я не буду вмешиваться, то меня никто не тронет. Это только иллюзия. А вот навязывать иллюзии, подумайте, кто. Поэтому от нашей с вами активности зависит, будут ли поколения будущие жить на нашей земле или не будут. Поэтому вот я и пытаюсь сделать то, что я делаю. Поэтому вот, и вы, наверное, тоже пришли для того же, чтобы именно понять, разобраться и действовать. Потому что без понимания, без того, чтобы это не стало смыслом понимания ваше, то есть понимать, не просто тупо выполнять какого-то, вот, нужно сделать это. Хорошего в этом нет. Необходимо, чтобы каждый человек получил просветление знания. Что это значит, я по-моему, понять? Когда человек проймет, зачем и почему он должен что-то делать. Не просто потому, что ему кто-то сказал, а потому, что это стало его собственной частью, его самого. То есть это срезонирует внутри него, и он это понимает, осознает и действует осознанно, сознательно. А не из-за страха, что кто-то его по башке даст, или там зарплату потеряет, и так далее. Дело не в зарплате, а не по башке получить. По башке можно получать не только за это. А вот если мы действительно будем делать правильно, то паразиты все, они же паразиты-трусы, в принципе. Они, так сказать, бегут, потому что они боятся всего и вся, только нехрабрые тогда, когда знают, что не получат ответа. Только наша с вами задача этого не допустить, чтобы они продолжали бесчинствовать на нашей с вами земле, потому что наши предки полили весьма обильно своей кровью. Так что в этом плане мы имеем полное право, чтобы об этом говорить и требовать от них, чтобы нам была возможность самим определять свою судьбу и самим решать, что с вами делать. Вот такая немножко закваска перед тем, как я начал записки. Потому что часть записок у меня уже было, часть записки уже несут, я буду периодически брать часть записок из тех, которые поступили раньше, часть записок из зала поступивших, и постараюсь, по возможности, ответить на максимальное число записок. Ну вот, что тут первое лежит. Ну вот здесь, хочу сказать, когда в записках несколько вопросов, я постараюсь ответить на один вопрос, наиболее интересный, который будет для всех, потому что иначе так не дойду до всех стран, чтобы было хотя бы не обидно, чтобы уже большинство людей, которые написали записки, получили ответы на свои вопросы.